МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У поставок валютная выручка субъекта у господаря не знизилася. А проча таго шерах буйных предприемствов у гэтым годзе сутыкнулся с проблемой неплатяжов за поставленную продукцию. Абусім гэтым ишла размова на сёняшнім посядженні Гомельскага Аблавы-Канкама. Перспективы развития региона у материалі Олега Синцюрова. Показчики гэтага года, вот жиля у эксплуатацию плюс 75 тысяч квадратных метров да запланованных запасы готовой продукции, амальны 15% менш нормативу и становчая сальда знішнега гандлю у предприемствов коммунальной майомысти. Інша справа, што абйомы експорту могли бы быть бачзначными, але шматайким адчинным предприемствам, гэта економична невыгадна. Знижение курсов валют краин-партнёров привело до того, што реализовывать замежи стали больш, а отрымливаць менш. Я вот приведу пример на нашего БМЗ и металлургического завода. В физических объёмах он продаёт примерно минимум 110% к уровню прошлого года. В выручке 83-85%. Конечно, экономика, вот экспорт как раз работает сегодня против нас. Так аналогична ситуация по продаже продуктов питания, там мясной, например, продукции. У нас темпы везде выше 100% в физических объёмах. А выручка, понятно, значительно ниже, тоже на уровне где-то не более 85-7%. Зараз на предприемствах Гомельской области притягивается распроцовка вытворчих программ на 2016-й, в связи с чем особливая увага деталёвому анализу причин стратности субъектов господарения, які на протягу усягого года имели отмованный финансовый выник. Сирот мер, які рекомендованы для айчинных предприемств, так само зворот у судовые органы за исками на протеременованную дабиторскую запозиченность в першую чергу у относенных до замежных партнёров. Яскравый прыгод проблемы неплатяжов. Ситуация у акционерного товариства Гомсельмаш. Точно Казахстан запозичал ему запоставленную продукцию, когда 60 миллионов долларов отримывается, что белорусские сродки зараз працуют на замежную экономику. Задача пошуку новых партнёров для предприемств Гомельской области не новая. Инша справа, что в умовах, когда рынки перенасыщены, за традиционной продукцией трапись на их часто совсем не просто. Выпуск конкурентно-здольной продукции, яка може принести значные прибытки – это життёвая необходность. Становшие приклады уже есть древоопрацовочие предприемства региона, яке и в сучасных умовах демонстрируют неодренную динамику, пропонуют новые коллекции. Из нашей продукции, из нашего ламината мы делаем интересные коллекции. Есть покупатель, кстати, у него. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что мы не просто будем делать плиты, как сырьё для мебельщиков других рынков. Мы очень рассчитываем на то, что наши мебельщики, конечно, прибавят за счёт собственного сырья, в том числе и Гомельдрев. Ну, дай бог, чтобы он вот эту коллекцию, которую он там нашёл покупателя. Понимаете, коллекцию любую можно разработать, главное, чтобы она продавалась. Поэтому в данном случае, вот, очень хороший заказ он получил, он должен реализовать его. И по мере того, как мы поставим ему эту продукцию, мы посчитаем экономику. И тогда можно будет делать вывод, насколько это перспективно. Сегодня у Гомеля стартовал тематичный семинар по подрихтовке студентов до 8-го Международного чемпионата молодцы в предприемательстве 2016. По традиции он проходит у стенах Белорусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. У делу международным семинары принимают студенты и выкладчики с 17-ти высшейших навучальных установ Белоруссии, России и Украины. Сирот партнёров мероприемства – представники органов улады, громадских объединений и бизнесу. А так само информационно-осветницкая установа «Новая Евразия», якая активно поддерживает в нашей стране развитие экономичной и бизнес-эдукации и оказывает содействие в проведении подобных международных программ. Па час проведения тематичного семинару, яго удельников чекает шмат цікавых майстер-классов, тренингов и деловых гульняв. Их будут проводить вопытные специалисты, злику запрошенных на мероприемство столичных гостей, а так само были студенты, а зараз перспективные выкладчики и бизнесмены. До речи, тематичный семинар – это подрихтовка студентов до 8-го Международного чемпионата молодцы в предприемательстве 2016, який отбудется в Гомеле в мае. И он у свою чаргу уникальная макшимость представить досвеченным экспертам свои коллективные и аутерские бизнес-проекты. Очень важно, что наши студенты, обучаясь в университете, уже задумываются об организации своего собственного бизнеса, думают о перспективных инновационных проектах, которые они в будущем будут реализовывать, а некоторые начинают их реализовывать, уже обучаясь в университете. До других тем. Сегодня сусветный день борьбы с инсультом. Ее назначается с 2006 года, а еще в 2004 сусветной организацией Аховы Здоровья обвестила это захворение глобальной эпидемии. На думку экспертов, среду основных причин сердечно-сосудистых захворений – неправильное харчевание, физичная инертность и уживание тытуню. Накольки поспяхово змагаются с инсультом на Гомельщине, доведалися наши корреспонденты. У Гомельске областный клинический шпиталь инвалидов войны с диагнозом «Инсульт» на протягу суток поступают до 40 человек. Самый элементарный способ выявить его у домашних умовах – звернуться до человека с просьбой вытягнуть руки наперед и что-нибудь сказать. Коли не отримается, необходимо выкликать худкую допомогу. Медики попереживают, это вельми небезпечная хвороба. У залежности от виду инсульту смаротность складает от 15 до 50%. У остальных – высокая верогодность инвалидности. Меж тем, попередить инсульт можно навыд у тех людей, кто мает до его генетичную схильность. Генетическая предрасположенность тоже играет определенную роль, но во всяком случае нельзя преклоняться перед генетикой настолько, чтобы родиться, если у человека кто-то перенес инсульт, бояться его. Нужно просто правильно вести себя, здоровый образ жизни вести. Согласно рекомендациями Сосветной Организации Аховы Здоровья, эффективную допомогу можно оказать на протягу 4,5 годин после инсульта. Бадай самый эффективный метод для чения – тромболизис. Правда, подыходит он не всем, и есть шмат супраспоказаний для его применения. Еще одна задача – не допустить полторного инсульта. С этой нагоды, с допомогой супрасовников Гомельского Державного Медицинского Университета, в областном шпитале инвалидов Айчинной войны открыли так званую инсультную школу для хворых и их родных. Рассказываем пациентам и родственникам об инсульте, что это такое, какие первые симптомы инсульта, как можно проводить профилактику инсульта и избежать данного тяжелого заболевания. Также мы занимаемся разработкой коррекции диет для пациентов, рекомендацией по поводу образа жизни наших пациентов. Ображатого сегодня у Гомельским областным шпитале инвалидов Айчинной войны створили целостную систему реабилитации людей, які перенесли инсульт, починаючи от открытия некольких лешебно-профилактичных кабинетов за поведным обсталяванием. Увагу ли, лечение таких хворых процесс протяглый и непростый, але распроцованный тут комплекс практикованев и процедур при настолевой празе с боку самих пациентов, шматкому допомагают на справе, перемахчи после инсультной проблемы. Это крупнейшее подразделение Гомельской области, занимающееся лечением, диагностикой и реабилитацией пациентов после инсульта. Результат, который мы добились, является сегодня одним из лучших в Беларуси. Мы приняли почти к европейским стандартам. 15% пациентов, перенесших инсульт, возвращаются к труду. Это очень хороший показатель. Это социальная гульня, сутность которой заключается в том, как научить людей размовлять и разуметь один-одного. Книги в живой библиотеке – это люди, а читания – это размова. Свои истории рассказывают люди, которые в посаденном жизни сутыкаются с астреотипами в отношении к себе и поспехово их переодолевают. Части за все живыми книгами становятся те, чей лад життя крыху отразливается от звыклого. Например, вегетари-янцы альбу-аматры подорожничать аутостопом. И на этом выпуск завершен. У студы працавала Наталья Игнатенко. Всего доброго и до новых встреч у эфира.